Добро пожаловать на канал FIMO TV. Меня зовут Ольга Гусева, я автор студии Лепимое дело. Нам понадобится запекаемая полимерная глина любых оттенков, силиконовый стек или иголочка, ножнички, зубочистки, FIMO Liquid и швензы, если вы решили декорировать сережки так же, как и я. Для каждого цветочка нам понадобится маленький шарик. У меня всего будет 6 цветочков. Какого размера взять шарик? Я беру небольшие, учитывайте, что цветок получится примерно в 1,5-2 раза больше в диаметре, чем первоначальный шарик. Чтобы глина не прилипала к рукам и цветы получались ровные, я использую перчатки. С помощью деревянной палочки продавливаем центральную прожилку на каждом лепестке. При этом по моей задумке я не хочу, чтобы лепесточки были слишком длинные, поэтому я чуть-чуть направляю зубочистку к центру и еще прижимаю лепесточки пальчиком сверху. Так у меня получатся округлые лепестки. Далее потихоньку растягиваю лепесток, раскатываю его, не бойтесь делать тонко, пускай краешки лепестков будут тонкими. Глина Фима запекается отлично, если вы печете при правильной температуре, указанной на упаковке, и ни один лепесточек не сломается. Затем нужно обязательно подправить форму цветка, вот таким вот образом продавливая серединку и задавая каждому лепестку направление. Затем ножку можно прижать. Лепестки можно оставить такими, как есть. Можно немножечко направить к центру, защипнуть, можно и загнуть, и защипнуть вниз, немножечко надорвать, что угодно, фантазируйте. И вот уже получился новый цветок. Я сейчас решила загнуть к центру, поможет мне в этом палочка. Для сережек на швензах я создаю площадочку из зеленой глины, этого цвета у меня будет и листва вокруг цветов, и загоняю глину глубоко под ободок, так, чтобы потом не пришлось вынимать основание и клеить. Из крошечных шариков, примерно в 3-4 мм диаметра, скатываем маленькие капельки и раздавливаем рабочую поверхность. Прожилки я делаю с помощью силиконового стека, его можно заменить булавочкой. К краю листа я усиливаю нажим стека, и глина для этой работы должна быть мягкой, хорошо размятой. Для того, чтобы закрепить цветочки надежно, я на всякий случай использую капельку FIMO LIQUID. Одним движением закрепила цветок, и смотрите, с изнанки раз поджала, и цветочек у меня приподнялся. Ножку можно отщепнуть просто, держа пальчиками. Я оставляю небольшую ножку, вот так, и создаю площадочку под углом. Посмотрите, без лишних движений, одним движением раз посадили цветок, с изнанки вторым движением закрепили его посильнее к поверхности, к основанию. И если нужно, чтобы цветочек приподнялся чуть-чуть вверх, нажали посильнее на основании. Закрепляем, с изнанки нажимаем. Готово! Точно так же закрепляю листики. Незапеченная глина к незапеченной глине крепится очень хорошо, и после запекания все будет держаться крепко. Я закрепляю листочки в основании, а самый кончик немножечко подкручиваю, чтобы они выглядели более живыми. Закрепляю листочки в основании. Закрепляю листочки в основании. для серединки я возьму тот же зеленый цвет и нам понадобится совсем крошечный кусочек глины его я загоняю в серединку и для того чтобы закрепить протыкиваю деревянной палочкой зубочисткой по кругу то есть я не саму зеленую глину рыхлю а создаю отверстие на очень малом расстоянии друг от друга по кругу между лепестками и серединкой тем самым серединка слегка прижимается к лепесткам и получается такая вот малюсенькая что важно серединка швензы у меня под цвет розового золота и мне захотелось немножечко подтонировать пудрой кончики листочков я немножечко встряхнула баночку пудра осталась на крышечке пудра мне нужно совсем немного для данной работы и прохожусь чистой сухой кистью по незапеченным листочком готовые сережки я запекаю вместе со швензами в разогретой до 110-120 градусов духовке 20-30 минут правильно запеченная глина после остывания гнется и не ломается вот такие нежные воздушные весенние сережки у нас получились творите вместе с FIMO TV присылайте ваши работы отмечайте меня в инстаграм я всегда очень рада вашим творением спасибо за ваши лайки теплые комментарии на все необходимые для лепки вы найдете в магазине best clay желаю вам весеннего лепимого настроения